Россия открыта программа, по нашим данным на нее выделено более 50 миллионов долларов, для того, чтобы максимально признать аннексию Крыла как законную передачу власти и имущества, а также нашей территории. Для чего? Отдельные представители Госдумы Российской Федерации проводят постоянные переговоры с депутатами, министрами, политиками и проводят так называемые экскурсионные поездки на нашу территорию. Одним из вопиющих фактов, которые происходили, это делегация французских депутатов, которые прибыли на временно оккупированную территорию Крым. Они проигнорировали уведомления и публично отказались получать разрешение на территорию Украины. После чего эта группа депутатов прибыла через Россию в город Симферополь. Мы хотели бы подчеркнуть, что Уголовный кодекс Украины, в частности, статья 332-1, четко предусматривает уголовную ответственность лиц, которые без разрешения иностранных граждан с целью нанесения ущерба территории Украины, государства Украины, прибывают на нашу территорию без разрешения и с целями, направленными против интересов государства. По этому факту мною было подано заявление об открытии уголовного производства в отношении лиц, которые находились в этой делегации. Уголовное производство было открыто и на последней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы представители нашей делегации в ПАРЭ, украинской делегации вручили депутатам-французам пидозры. То есть это определенный документ, который подтверждает статус о том, что эти лица являются подозреваемыми в совершении уголовного преступления. Безусловно, этот факт многими политиками был воспринят достаточно негативно, потому что основной тезис Российской Федерации был о том, что мы не видим особой проблемы, это Украина преувеличивает, ничего вам не будет, вы же депутаты. Он был развеян в одну секунду. Могу подчеркнуть, что уже через несколько дней одна из созданных в рамках этой программы делегация, в частности, это делегация депутатов Европарламента, которая создала специальное объединение в поддержку Российской Федерации, направилась опять в Крым. И после того, как им стало известно об уведомлении, об подозрении в отношении своих же коллег, они отменили эту поездку. И группа порядка из 30 депутатов, находясь в России и в Москве, отказались въехать в Крым. Могу сказать, что некий такой туризм, политический туризм в Крым был приостановлен. Однако были и другие факты нарушений. В частности, как нам всем известно, что один из политиков Италии, господин Сильвио Берлоскони, публично прибыл в Крым, не получая разрешения украинской стороны, где совместно с руководством Российской Федерации они достали бутылку коллекционного вина Хереса, которым несколько сотен лет. Таких бутылок было всего пять, и публично его распили. По информации из прессы, из Министерства культуры, такая бутылка вина стоит порядка 100 тысяч долларов. И мы хотели бы подчеркнуть, что эти действия опять же были направлены только с одной целью – подорвать авторитет нашего государства, срезать, замять все границы. И мы четко заявляем, что независимость от статуса, от положения, мы будем привлекать каждого, и господин Берлоскони является не исключением. Итак, я вам демонстрирую документ от Генеральной прокуратуры Службы Беспеки Украины о том, что в отношении господина Берлоскони открыто уголовное производство на территории Украины по статье 332, часть 1, а также по статье 191 за владение имуществом. Мы надеемся, что другие политики, депутаты разных стран все-таки найдут возможность осознать, что нарушать уголовный кодекс Украины является недопустимым.